Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам хороший бой на ПТ-САУ 10 уровня Як-Панзер Е100. Бой произошел на карте Энск и игрок сразу же отправляется в горы. Его совзводному тут очень нехило так достается в начале боя, не повезло, ну вафля она постоянно светится, сам знаю, сам на ней играю. И совзводному явно не везет в этом бою, он проезжает еще немножечко и его уничтожает FV215B183, но хотя бы удалось по его засвету отстреляться по опасной вражеской ПТ-САУ. Хоть совзводного и уничтожили, но далее Яга будет просто божить и тащить по полной. Вдалеке светится арта, объект 261, получается с легкостью ее уничтожить и наш герой продвигается в атаку. Сидеть где-то на одном месте он не собирается. Тут засвечиваются противники, Чири пытается видимо танковать башень, но у него это почему-то не получилось. У него же такая крепкая башня, непонятно как Яга его пробила. И светится снова эта ПТ-САУ, получается отправить ее в ангар. Выезжает тут француз, но союзники к счастью сами с ними справились. И вдалеке светится еще один враг Т-44, видимо он тоже пытается танковать башни, но пока что он прячется и Яге приходится подъезжать поближе. И вот дает она ему отличную плюху, но может быть не самую лучшую, все-таки средний альфа-страйк у этой ПТ-САУ 1050, а тут всего-то каких-то жалких 927 урона по врагу как-то совсем хлипко и слабо. Засвечиваются тут СТ-шки, видимо противники продавили зеленку и сейчас они как раз направляются к единственной базе. Засвечивается также вдалеке опасная ПТ-САУ, объект 704 и удается отлично противника продамажить. И вот уже альфа вполне замечательная, враг выстрелил в гуслю, ну пускай стреляет в гуслю сколько угодно, Яге совершенно не жалко. Сзади подъезжают наглые СТ-шки, начинают разбирать Ягу в корму, она этого конечно допускать не собирается, уничтожает Т-54 и просто в наглую начинает прессовать этих СТ-шек. Казалось бы, на Яге ехать в толпу СТ-шек это не лучшая идея, но игрок совершенно по-другому делает. Он врывается на СТ-шек, начинает их просто унижать, разбирать и они толком ничего сделать не могут. Хотя это СТ-шки, они вроде должны там заходить в борт, в корму Яге и разбирать ее, но Яга такого обращения с собой совершенно не позволяет. Уничтожает она этого наглого француза, который пытался зайти в борта. Засвечивается тут также ИС-7, противник старается довернуть, но все бесполезно. Яга все равно его отправляет в ангар с первой же плюхи, но до победы еще далеко. Осталось два опасных противника. Объект 704 с мощным орудием и шустрая 54-ка, которая конечно при первой возможности попытается закрутить Ягу. Высовывается объект, получается его пробить, еще и вытанковывает. Яга замечательно подъезжает 54-ка, объект зачем-то подъезжает еще близко, начинает тут какие-то круголя вытворять, поворачивается долго и в итоге Яга его уничтожает. 54-ка при этом даже особо никак не воспользовалась этой возможностью. Могла она вот даже сейчас в этом моменте подъехать и закрутить Ягу, но вместо этого она просто стреляла за чем-то и Яга еще цела. Она встает на захват и пытается выманить противника. Но правда непонятно с какой стороны здание 54-ка высунется. Приходится поворачиваться постоянно. В общем Яга решает подождать. Враг наверняка скоро высунется и возможно получится его уничтожить. Как раз заряжен кумулятив. Их хватить должно было урона, но вылетает 788 урона. Почему-то просто какой-то самый минимальный урон, который только мог пройти. И это конечно печально, но теперь можно 54-ку разобрать фугасным снарядом. Главное хотя бы рядом с ней попасть и выстрел, но попасть не удается. Снова у 54-ки замечательный шанс победить в этом бою. В принципе если бы она просто поехала вперед и начала крутить сейчас Ягу, то все было бы совершенно решено в этом бою. Но 54-ка видимо не понимает этого. Она стоит по-прежнему, там перестреливается с Ягой. В общем идея не самая разумная, как вы понимаете. И 54-ка начинает отступать. В общем она играет тут в кошки-мышки с Ягой. Пытается тут развести ее как-то. Появиться в неожиданном направлении. В общем тактика совершенно никчемная. И Яга в общем-то даже не думает вестись на все эти провокации. Она продолжает стоять на базе и понемножечку захватывать ее. Ну и вот снова выезжает 54-ка. Стреляет она бронебойными. Совершенно бесполезно. Конечно никакого урона не наносит. И в общем 54-ка явно неграмотная в этом бою попалась. Могла она и затащить давным-давно. Уже довольно-таки много очков захвата Яга получила. До конца захвата остается мало времени. И Яга должна в общем-то затащить. Появляется 54-ка. При этом она даже фугасным снарядом в корму не нанесла никакого урона. И получается ее отправить в ангар. Это победа. Итак медальки. Медаль Редли Уолтерса. Стальная стена. Основный калибр. И воин. 10 323 урона игрок нанес. И 8 танков он уничтожил. 2221 опыта получил за этот бой. На этом все друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.